Давайте зажигать. Для этого нам понадобятся малинка, схема ее контактов, макетная плата, мультиметр, соединительные провода, два светодиода и один резистор. Для начала разберемся, как устроена макетная плата. Конкретно наша состоит из двух блоков, каждый из которых, в свою очередь, состоит из независимых контактных групп по пять контактов. Подключенные в любую часть контактной группы провода окажутся замкнутыми. Давайте убедимся в этом при помощи мультиметра. Для этого переведем его в режим прозвонки. Попросим его пищать, когда он будет детектировать 0 Ом, то есть короткое замыкание. Подключим провода в одну контактную группу и прозвоним. Есть контакт. А в соседних контактных группах его нет. Чтобы светодиод засветился, между его положительным и отрицательным контактом нужно создать разницу потенциалов или подать напряжение. Его мы возьмем с четвертого и шестого контактов GPIO разъема малинки. Подключим провода и убедимся, что напряжение там действительно есть. Для этого переведем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Ноль вольт. Как говорится, проверьте кабель питания. Чуть больше пяти вольт. Это как раз то, что нужно. Это напряжение неуправляемое, его нельзя отключить программно. Зато можно использовать для питания внешних устройств, таких как, например, наш светодиод. Согласно картинке из википедии, плюс нужно подключать к длинному контакту, а минус к короткому. Давайте один раз подключим наоборот и посмотрим, что будет, чтобы больше никогда не подключать неправильно. Не будет ничего. Светодиод просто не загорится. Давайте уже наконец подключим его по инструкции, а чтобы эффект был посильнее, выключим свет. Барабанная дробь. Именно для этого нам нужны были два светодиода, чтобы показать, как он сгорает, если не ограничить ток. В открытом состоянии у диода очень маленькое сопротивление, единицы Ом. В нашем случае ток через диод можно оценить примерно так. Напряжение на аноде 5 вольт. Минус падение напряжения на диоде 2,5 вольта поделим примерно на 5 Ом. Получается 500 мА. Почти полампера. Это серьезный ток, который сжег наш несчастный светодиод. Чтобы этого не происходило, нужно просто добавить в цепь последовательно подключенный резистор. Например, 1 кОм. В этом случае ток получится около 2 мА. Этого вполне достаточно, чтобы светодиод светился и при этом не сгорал. На самом деле для включения светодиодов мы будем использовать не 5 вольт, а 3,3. Потому что именно на этом напряжении работает контроллер Raspberry Pi. Именно его можно программно подавать на порты ввода-вывода общего назначения. Первый контакт на GPO разъеме постоянно выдает 3,3 вольта, которыми нельзя управлять. Давайте подключим светодиод к нему и убедимся, что наша схема останется рабочей. Получается, что теперь вы умеете собирать яркие и долговечные схемы. В следующем видео мы подключим светодиод к цифровому выходу и научим его подмигивать. Не прощаемся! Продолжение следует...